Глубоко уважаемые коллеги, естественно, я присоединяюсь ко всем выступающим с этой трибуны с благодарностью за возможность принять участие в замечательном форуме «Российские дни сердца», который в этом году был построен совершенно по-другому. И мы практически обсуждали последние рекомендации Европейского кардиологического общества, смотрели клинические случаи, и я считаю, что в этом смысле образовательная ценность нашего, вот этого последнего форума, совершенно уникальна. Конечно, Евгений Владимирович сделает общее заключение в конце, поэтому я не буду комментировать всё, что было раньше, но я хочу вам рассказать про тему, которую затронул профессор Бакс. И, конечно, у меня есть и большая презентация, и я много чего могу сказать по этому поводу, но из-за недостатка времени не буду. Я вам расскажу про свою историю, как я стал кардиологом. Это интересно. Это интересно, потому что я приехал из очень маленького города в Грузию, из Кутаиси, я попал в огромную Москву. Я поступил в первый мединститут московский, мне тогда было 15 лет. И у меня была идея, как у всех молодых, кто-то хочет стать лётчиком, кто-то хочет стать космонавтом, я хотел стать кардиохирургом. Я знал, что я буду кардиохирургом, я уже что-то делал, я прочитал все книжки по кардиохирургии, и буквально в сентябре мы начали учёбу, в ноябре объявили, что где-то открылся кружок по кардиохирургии. Я, естественно, записался, я туда пришёл, но я был очень стеснительный. Во-первых, мне было мало лет, во-вторых, в огромном городе я всё время боялся потеряться. И так случилось, что я ошибся, я вместо кружка по кардиохирургии попал на кружок по терапии, который проводил профессор Сыркин Абрам Львович, вы знаете этого человека, он стал моим учителем. Я никогда не забуду, разбирали девушку молодую с кардиомиегалией по физикальному обследованию, по рентгену. Эх, кардиографии тогда не было, были какие-то анализы крови. Я услышал три диагноза, про которые я никогда раньше не знал. Это была дилатационная кардиомиопатия, это ревматический декомпенсированный метральный порог и эксцитативный перикардит. Я увидел, как на моих глазах Абрам Львович из физикального обследования и из рентгена поставил правильный диагноз. Я понял, что я уже не хочу быть кардиохирургом, что я хочу быть кардиологом. И тогда я также понял, что очень важно в кардиологии поставить правильный диагноз. Если мы не сможем поставить правильный диагноз, то мы не сможем лечить пациента. И весь наш образовательный форум был посвящен как раз этому. Мы видели, что в некоторых случаях поздняя постановка диагноза приводит к гибели больного. Это не только пациенты с острым корональным синдромом. На предыдущем заседании профессор Бакс показал пациента с инфекционным эндокардитом, у которого задержка в постановке диагноза в несколько дней привела к гибели. Поэтому правильная постановка диагноза важна во всех разделах кардиологии и в клапанной патологии, которую мы обсуждали вчера, и в инфекционном эндокардите. Диастолическая сердечная недостаточность или сердечная недостаточность охранной фракции выброса. Мы знаем, что было проведено большое исследование ТОПКЭТ, которое провалилось. Оно провалилось, потому что в это исследование включались пациенты, помимо США, Канады, Аргентины и Бразилии, включались пациенты из России и Грузии. И вот мы вдвоём с Грузией, или я из Грузии, мы вдвоём с Россией, в общем, набрали 1300 из 3000 пациентов, почти половину, и поэтому исследование не получилось. Стали выяснять, почему. Потому что в России и Грузии не умеют вставить диагноз и личные недостаточности с охранной фракцией выброса, поскольку кардиологи не делают их кардиографию, а никто не догадался брать у пациентов натриолитические пептиды. Поэтому вопросы диагностики очень важны. И профессор Бакс как раз этому посвятил своё выступление. И это касается не только дифференцировки между ишемической и не ишемической кардиопатией, потому что, как говорится, дьявол кроется в деталях. И очень важно в этой связи, чтобы именно мы, кардиологи, выполняли эти исследования. В некоторых случаях эти исследования решают жизнь больного буквально в течение секунд. Пациент в реанимации, вдруг у него падает артериальное давление. Мы можем приложить ультразвуковый датчик и понять, либо это гиповолемия, это одна тактика лечения, либо у пациента остро-середичная недостаточность. И, конечно, нагружать объёмом мы его не будем. То есть буквально в течение нескольких секунд мы можем поставить диагноз и назначить правильное лечение. Что касается темы сегодняшней диагностики ишемической и не ишемической кардиомиепатии, действительно, вроде бы всё просто. Что такое кардиопатия? Это низкая фракция выброса, дилатация полостей. Вы делаете коронарографию, есть коронарное поражение, это ишемическая кардиопатия. Нет коронарного поражения, это не ишемическая. Любая. Это может быть дилатационная, инфильтративные болезни, постмиокардитическая и так далее, и так далее. Но, во-первых, ничто не мешает пациенту с дилатационной кардиомиепатией иметь поражение коронарных артерий. И такая ситуация бывает очень часто. И, с одной стороны, мы делаем ангиографию, видим поражение коронарных артерий, она вроде бы ишемическая. Мы делаем контрастную магниторезонансную томографию, мы не видим очагов фиброза. Соответственно, мы можем сделать вывод, характерных для ИБС, которые были показаны, и мы делаем вывод, что это какая-то другая кардиомиепатия у пациента с отчетанным поражением коронарных артерий. Естественно, у нас не будет первой целью восстановить ему коронарный кровоток путем интервенционных вмешательств или путем коронарного шунтирования. Другая ситуация. Пациент с тяжелой метральной регургитацией и с поражением коронарных артерий. И мы думаем, либо это ишемическая метральная регургитация, и тогда, улучшив ему как-то коронарный кровоток, мы улучшим функцию левого желудочка, и, соответственно, улучшится функция метрального клапана и снизится или пропадет вот эта метральная регургитация. С другой стороны, мы можем понять, что метральная регургитация – это первичный диагноз, который привел к декомпенсации сократительной функции левого желудочка. И, соответственно, у этого пациента параллельно шел процесс атеросклероза и развивались тонозы в коронарных артериях. Поэтому очень важно, чтобы мы ставили правильные диагнозы. И, к сожалению, пока вчера об этом был разговор, пока мы сами не будем ставить диагнозы, или, по крайней мере, мы не сможем интерпретировать адекватно результаты тех исследований, которые прекрасно представил профессор Бакс, у нас будет какой-то пробел. Потому что самый простой, опять же, пример – диастолическая дисфункция. Мы знаем, что большинство пациентов после 50 лет приходят с кабинета эхкардиографии с этим предложением заключений. Что с этим делать? Делать операцию, назначать какие-то таблетки, делать пересадку сердца? Мы не знаем, потому что мы не до конца знаем, что такое диастолическая дисфункция. И в этой связи я бы хотел, чтобы не задерживать ваше мнение, показать вам документ, который был выпущен в 2013 году Европейским кардиологическим обществом. Этот документ показывает, что должен уметь современный кардиолог, и к чему сегодня приводятся стандарты образовательные всех кардиологических школ Европы. Естественно, это не универсальная система, и кардиологи Великобритании отличаются от кардиологов в Португалии, в Испании и в России. Вот я просто хочу показать вам, как это всё выглядит, и, естественно, призвать вас к этому. Вот так выглядит этот документ, и профессор Бакс, вы видите, здесь прекрасно принимал участие в его создании. И вот там есть такая таблица «Знания и умения кардиологов». Вы можете это не читать, я её перевёл на русский язык. Но сначала так же, как профессор Бакс, я вам покажу какие-то уровни. Он показывал уровни доказательности, я покажу уровни применительно к этому документу. Значит, первый уровень, самый начальный. То есть у доктора должен быть опыт выбора оптимального диагностического или терапевтического метода и правильная интерпретация его результатов или определение дальнейшей тактики обследования и лечения, на которые пациент должен быть направлен. Этот уровень не подразумевает самостоятельное выполнение методики, но участие в процедуре может быть полезно. Второй уровень, в дополнение к уровню 1, необходимы уже практические навыки, но не в качестве самостоятельного исследователя. Требуется опыт ассистирования при выполнении определённых процедур под наблюдением и руководством опытного, желательно, преподавателя. Данный уровень также подразумевает возможность самостоятельного выполнения некоторых процедур, но у пациентов со стандартными показаниями, то есть не в острых ситуациях и в неосложненных ситуациях. И третий уровень – это такой мастер. В дополнение к уровню 2 необходимо самостоятельно определить показания, выполнить процедуру, интерпретировать ее результаты и купировать возможные осложнения. Вот как выглядит эта таблица, если мы на нее посмотрим. Технология, степень компетенции, но и 1, 2, 3 уровни. Мы видим, что кардиолог должен абсолютно четко владеть, но ЭКГ и суточное мониторирование, я думаю, не обсуждаются, ЭКГ с физической нагрузкой. Сегодня кардиологи не делают этого, простейшего теста, который очень часто дает ответы на многие вопросы. Мы отправляем пациентов к нашим коллегам, специалистам по функциональной диагностике. То же самое, если мы посмотрим суточное мониторирование АД, я думаю, не возникает сомнений. Трансторокальная эхкардиография, третий уровень. Кардиолог должен выполнять трансторокальную эхкардиографию, потому что к вам может прийти пациент с сердечной недостаточностью клинической, клинически выраженной. И вы, сделав одно исследование эхкардиографическое, поставите ему диагноз. Это гипертрофическая кардиомиопатия, это дилатационная кардиомиопатия, это постинфарктная кардиомиопатия или это декомпенсированная клапанная патология. Не всегда это возможно, конечно, как я рассказал, но во всяком случае вы будете гораздо ближе к диагнозу. Кардиолог должен проводить катетеризацию центральных и периферических вен. Инвазивное исследование гемодинамки, включая катетеризацию правых отделов сердца. Полная компетенция, коронарная ангиография, вентригоография левого желудка. Я думаю, что это очень важно. Российская кардиология изменяется, мы это видим. Российское кардиологическое общество, я думаю, прилагает все возможные усилия, но мы не можем ничего, если у нас не будет поддержки с вашей стороны. И первая, самая главная поддержка должна быть в вашем понимании того, что без этого мы не можем себя чувствовать полноценными кардиологами. И в этой связи я бы хотел показать два учебника, которые написаны кардиологами. Один учебник, его тоже в качестве соавтора писал профессор Бакс, это европейский учебник по сердечно-сосудистой визуализации. И второй учебник, он выйдет в августе этого года, и у меня есть честь быть его соавтором, по эхокардиографии. Есть, безусловно, огромное количество медицинских изданий, написанных радиологами, специалистами по ультразоковой диагностике, по функциональной диагностике, но когда кардиолог пишет такое издание, это совершенно другое. Мы совсем по-другому смотрим на пациента, мы совсем по-другому интерпретируем данные неинвазивных методов исследования. И вот буквально заключая, привожу частый пример. Мы всегда, ставя диагноз пациенту, должны исходить из до-тестовой, так называемой, вероятности наличия какого-то заболевания. Иначе говоря, если к вам приходит молодая девушка, 18 лет, симпатичная, здоровая, у которой здоровые родители, дедушки, бабушки, у неё нет вредных привычек, и она вам говорит, что во время плавания в бассейне у неё почему-то последние 2 недели тяжесть в левой половине грудной клетки. Вы подумаете, а может это станокардия, и вы сделаете ей стресс-пробу, и выявите ишемию миокарда. Значит, вы ошиблись 2 раза, поскольку у неё изначально очень низкая вероятность наличия станокардии, и положительный стресс-тест – это ваша ошибка. Если к вам приходит пациент, 82-х лет, с диабетом, с курильщик, с артериальной гипертензией, перенесший 3 инфаркта, и он говорит, что за последние 3 дня у него появилось какое-то давящее чувство за грудиной, а вы подумаете, а может это ишемия, вы сделаете стресс-тест и не выявите ишемию, и скажете, нет, дорогой, это у тебя остеохондроз. Опять же, это будет наша ошибка, поскольку у пациента изначально очень высокая вероятность наличия заболевания. Поэтому наши тесты, они имеют значение у пациента со средней вероятностью наличия заболевания. Это мужчины среднего возраста с пограничным давлением, пограничным сахаром, пограничным весом. И вот он говорит, что он с друзьями выпивал в бане, а потом толкали машину из сугроба, и как-то ему стало неприятно, у него зажгло в груди. И либо он плохо закусывал после выпивки, либо это у него впервые возникшая стенокардия, он может внезапно умереть. И поэтому этих пациентов мы должны выявлять, мы должны их диагностировать. И еще один пример, к сожалению, в последнее время часто встречается. Молодые девушки с пролапсом метрального клапана и с одышкой, или без одышки. Мы знаем, что пролапс это такая глобальная смертельная проблема. Нельзя в армию с пролапсом, нельзя беременеть с пролапсом, нельзя спортом заниматься с пролапсом. И многие ходят действительно напуганные и боятся даже, не буду говорить, чем заниматься. Но может быть ситуация, в которой приходит девушка с пролапсом метрального клапана и говорит, что у него одышка. Вы ей делаете нагрузку, и на нагрузке у нее давление в легочной артерии из 30 становится 60, и метральная регургитация из незначимой становится тяжелой. И вот это мы должны делать, а не отдавать этих пациентов кому-то. Я не буду вас загружать огромными какими-то знаниями, наверное, не существующими моими, а диагностикой между ишемической и не ишемической, но мне кажется, вот этот посыл должен быть очень важным, поскольку здесь очень много молодежи, все в ваших руках, аппаратуры много, но она либо не используется, либо не используется правильно. Вот на этом я хотел бы закончить и сказать всем еще раз большое спасибо. 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 Спасибо.